Чтобы выполнить задание по переводу видео и созданию субтитров, вам нужно воспользоваться программой .sab.com. Для этого нужно зайти на сайт .sab.com и зарегистрироваться на нем. После того, как вы зарегистрировались на сайте .sab.com, вам нужно подгрузить свое видео. Для этого вы нажимаете upload и заполняете пустые места. Даете название файла, описание его можно совершенно в произвольной форме. Вот эту надпись составляете без изменений. Здесь важно выбрать язык, на котором говорят изначально на видео. Выбираете страну, где видео было сделано. Жанр можно оставить, не выбирая какого-то жанра. Продюсер и режиссер вы можете назвать хоть самих себя. Это не важно. И здесь важно сделать видео публичным. Нажать пустое место здесь. И таким образом любой человек, имеющий доступ к вашему видео, может его переводить или транскрибировать. Дальше у вас две опции. Либо подгрузить файл со своего компьютера, либо вставить ссылку на видео, которое уже существует. Например, на YouTube. Если у вас есть собственный файл, вы его выбираете и загружаете к себе на .sab. Если файла нет, но есть ссылка, вы можете перейти, например, на YouTube, скопировать URL видео и вставить сюда. Иногда бывает, что .sab не распознает видео по ссылке. Тогда вы можете воспользоваться таким ресурсом, который позволяет вам скачивать видео с YouTube, а потом загружать его на .sab. Тогда нужно перед словом YouTube, именно перед YouTube, вставить две английские буквы S и нажать Enter. И вам будет предложено скачать файл в разных форматах. Выберите формат MP4. Сейчас он должен появиться здесь справа. Нажимаете MP4 и видео пошло к вам загружаться на компьютер. После этого, после того, как вы загрузили свое видео на .sab, либо через ссылку, либо целиком файл, вы заходите на вкладку My Videos и выбираете ваш видеоклип. Справа вы увидите опцию Translate and Transcribe. Нажимаете на нее. Сначала вы должны транскрибировать видео, то есть написать субтитры к оригиналу, то есть на том языке, на котором изначально говорят на видео. Вы вписываете их сюда, в свободное поле. Здесь уже у меня начато. Можем посмотреть, как происходит. Всем известно, что наши учителя самые лучшие в мире. Только... У меня до транскрибировано до 45 секунды. Так. Я? Какой? Какой? Какой школе? Какой школе? Вы вписываете текст в свободное поле. Можно изменять временной промежуток, когда субтитры будут показываться на экране. Если вы довольны. По умолчанию идет 3 секунды на каждую запись субтитров. Если ваш субтитр не помещается, либо не совпадает по времени с тем, что установлено по умолчанию, Куришь, Коля? Вы добавляете, меняете временной отрезок. Нажимаете на эту стрелочку. Я? Какой школе? Колу? И увидела, как ты, Коля, куришь. Я? Какой школе? Ну вот, если вы хотите изменить уже добавленный субтитр. Делать таким образом. Нажимается зелененько. Итак, вы делаете транскрипцию всего клипа, либо той части, которую вы хотите перевести. Если вы не считаете нужным переводить весь видеоклип, а только часть, либо если вы закончили перевод всего видеоклипа, и не перевод, вернее, а транскрипцию, вы нажимаете Mac Transcription Complete. Вам говорится, что вы больше не сможете изменять транскрипцию, но на самом деле ее можно изменять. Я покажу, как это делается. Кликайте ОК. Итак, у вас показано здесь, что русский субтитр готов на 100%. Но вы можете вернуться к тому моменту, когда у вас не закончен транскрипт. Если вы нажмете Mac Transcription Not Complete, то программа вернет вас к изначальному положению субтитров, и ваше видео можно продолжать транскрипировать. Если же вы закончили транскрипирование, вы нажимаете Translate. Но, чтобы нажать Translate, нужно сначала выбрать язык, на который вы будете переводить. Если переводим на английский, выбираем English, и у нас активируется кнопка Translate. И вы начинаете делать перевод, либо продолжаете его делать. нажимаете ввод. И здесь вы можете контролировать на самом видеоредакторе, как идет у вас процесс. Всем известно, что наши учителя самые лучшие в мире. Только они могут сделать... До свидания, Лена. Коля, что за курение немедленно отчислить. Коля. До свидания, Лена. Так, Коля Тюрин, останься. Еще идет. Коля, сегодня утром я шла в школу и увидела, как ты, Коля, куришь. Я? Ты куришь, Коля? Когда вы закончите перевод, вы нажимаете Back to Video. И что вы еще можете сделать? Вы можете здесь загрузить ваши субтитры в разных форматах. Например, в текстовом формате я рекомендую это делать, потому что это может пригодиться для того, чтобы можно было поделиться этим файлом во время занятия. Либо загрузить его в блог. В текстовом документе. Итак... Когда видео закончено, нажимаете Щ и вы можете скопировать код вашего видео и вставить его в блог. Для этого нажимаете самую первую ссылку, Copy to Clipboard. И на сайте выбилан в вашем клубе вы можете вставить ваше видео в формате видеоплеера с переводом. Нажимаете строить медиаконтент и между словами Media Media вы вставляете код, который вы только что скопировали. Сохранить запись. Если видео сразу не покажете, то обновите страницу. И вот здесь мы можем видеть, как вы перевели свой кусочек. Можно также вставить сюда ссылку на ваше видео. И, наконец, вы можете опубликовать видео на YouTube. Нажимаете Publish Video. Publish Video Online to my YouTube account. Здесь у вас будет две опции. Либо совместить ваши субтитры на уже существующий файл на YouTube. Match on YouTube. Либо нажать кнопку Push to YouTube. То есть, ваше видео сразу же загрузится через ваш аккаунт на YouTube. Это видео с Dotsub загрузится с субтитрами, которые вы сделали на Dotsub. Для этого вам нужно иметь аккаунт на YouTube.